У нас в студии Олег Кивокурцев, соучредитель компании Промобот. И, собственно, сам Промобот, новая версия. Вот сейчас, буквально несколько минут назад, телезрители не видели, как мы затаскивали этого Промобота сюда, в дверные проемы. Ну, действительно, Промобот стал немножечко больше. Правильно я понимаю, новая версия, Олег? Да, действительно. Это версия 2, и причем со следующими доработками. То есть можно полноценно назвать это версией 2,5. С последних времен мы добавили новый корпус. То есть его разрабатывал профессиональный дизайнер нашего пермского политеха. У него новая аппаратная архитектура, которая исключает все поломки. Он сейчас лучше слышит, фильтрует шумы, лучше распознает лица. У него интереснее механика, у него выше время работы, и у него совсем другой софт. И самое главное, совсем недавно мы завершили последние разработки, теперь Промобот может самостоятельно определять наибольшее скопление людей. То есть работает он в торговом центре или на выставке, и видит, что стоит много людей. Он это определяет тепловое пятно. Подъезжает к нему и уже сам начинает продвигать ту продукцию, на которую он был изначально настроен. Ну давайте предлагаю продемонстрировать немножко в двух словах, каким образом работает Промобот, как он слышит и какие команды выполняют. Так что буквально две настройки, и я думаю, что можно показать. Да, давайте. Привет, Промобот, как дела? В контакте социальная сеть, крупнейшая в Европе, принадлежит Mail.ru. Первый по популярности сайт в Белоруссии, второй в России, Казахстане. Вот, видимо, пока мы с вами общались, он решил посидеть в социальных сетях. Промобот был рад с тобой пообщаться. Пока. Если он тут же попрощался, но тем не менее. Как твои дела? Какая разница, как? Главное, чтобы человек был хороший. Действительно. А что ты умеешь? Я автономный робот, поэтому могу работать консультантом, промоутером, экскурсоводом, консьержем, да кем угодно. А сколько тебе лет? Я еще совсем молод, только начинаю свою робожизнь. Ты молодец. Я рад, что я вам понравился. Да, то есть мы дополнили существующие алгоритмы лингвобазы, теперь он более интереснее общается, теперь он лучше выглядит. То есть эмоционально, я бы даже так сказал, не просто информативно, а как-то пытается ответить даже, я бы сказал, с юмором, да? Да, да. Каким образом это удалось добиться? У него очень огромная лингвистическая база, более 100 тысяч различных ключевых модулей. В соответствии с различными запросами он выбирает ответ из его массива данных. И также он, помимо этого, определяет интонацию, и в соответствии с интонацией отвечает на поставленный вопрос. Но необходимо интернета подключить. Обязательно необходим для этого интернет, потому что это огромнейший массив данных, он хранится в облаке, отправляется на робота, и все это происходит за 2 секунды. Этот массив данных, если хранить на каких-то твердых носителях, это будет очень дорогостоящий для робота, для данных. Ну, совсем недавно прошла, кстати, новость о том, что в Японии появился новый робот, который также отвечает на запросы клиентов, подходит и в социальных сетях. Вы указали, что именно тот робот, который вы также видели, он не слышит при шуме. А вам удалось добиться, что новый промо-бот может даже различать в каком-то гуле людском человеческую речь? Да, абсолютно верно. Есть такая компания, она находится в Японии, отдел разработки у них находится во Франции. Они выпустили робота, который по стоимости составляет 2000 долларов и 1000 долларов абонентская плата в течение трех лет. И, естественно, они везде рассказывают, да вот наш робот может то, может это. Но совсем недавно на выставке в Лионе, на международной робототехнической, которая называется Инна-Робо, я с этим роботом познакомился лично. И что хочу сразу отметить, значит, наш робот может распознавать лица, независимо от того, какое освещение в помещении. Там светло, темно, даже вообще без света наш робот определяет человека. Для того робота необходимо специальное освещение. Если нет света, то человека он не распознает, и, соответственно, он не общается. Ему специально подводили дополнительное электричество, и ставили лампы вверху, только для того, чтобы он работал. Помимо этого, этот робот не предназначен для мест повышенного скопления людей. То есть много есть решений по тому, как фильтровать шумы. Это, на самом деле, целая наука, это математика. Но, видимо, эта компания решила не заморачиваться, не тратить на это сил, только лишь на информационном посыле, на своей информационной работе пиар-службы захватить рынок. Тем не менее, робот как следует не работает. Ну, не про это ты речь идешь, а именно про японскую. Про японскую. А наш может слышать независимо от того, какие шумы. А как насчет комплектующих? Понятно, что можно ли вообще его назвать таким этапом, или, так скажем, частью программы импортозамещения? Вот есть в Японии свои роботы, у нас вот свои роботы со своими комплектующими. Насколько вообще это можно так назвать? Нет, это можно абсолютно назвать, что подойдет программу импортозамещения. Во-первых, 90% комплектующих отечественные. Допустим, там в других роботах, какие производятся на рынке, большая часть все-таки, к сожалению, зарубежная. Мы добились того, что пластик у нас российский, металл российский, все привода отечественные. Только электроника у нас, электроника у нас зарубежная. Из Китая, к сожалению, в России еще не создали такие производства. Но как только поется, мы в этом направлении сделаем шаг, безусловно. И мы самостоятельно ведем непрерывно разработку. Помимо того, что он сейчас распознает лица и определяет, где находится наибольшее количество людей, он сейчас начал печатать фотографии. То есть буквально сегодня произошла первая презентация в одном из торговых центров Перми, где робот ездил и людям предлагал с ним сфотографироваться и за хэштег в Инстаграм выкладывал и давал им фотографию. То есть это тоже уникальная вещь. На сегодняшний день ни один робот это не реализовал. А где у него происходит печать? Нет, у него вот здесь, в зоне живота, располагается специальный фотопринтер, который выдает фотографии. Ну и также листовки. То есть таким образом мы повышаем его эффективность на работе. То есть эта технология старая, давно известная, но внедрили ее первые мы. А по форме он не нормально по габаритам? У меня немножечко вопросы возникли у нас, у всех наших коллег, когда мы увидели его впервые вот сегодня. Каким образом нормально он умещается? Всем правилам проектирования роботов он соответствует. У него нету каких-либо специальных человеческих черт, которые могут вызвать отторжение. У него рост соответствует моей грудной клетке. То есть очень удобно для того, чтобы общаться. У него глаза и его общие черты, они спроектированы правильно. Да, габариты сложные, габариты сложные. Но это только лишь потому, что в нем расположен горизонтальный экран для лучшего восприятия. Да, тем, кто его будет устанавливать и с ним работать, будет непросто его транспортировать. Но мы эту проблему постараемся решить в ближайшее время. Можно что-то спросить его про телекомпанию «Рефей»? Да, сейчас мы его спросим. Что такое «Рефей Перм»? «Рефей Перм» – российская телекомпания, работающая в Перми. Сетевой партнер телекомпании «Рен-Тиви». Ну, отлично. Даже такая информация у робота есть, я думаю. Ну, а какое будущее вообще, ближайшее у промо-бота в новой версии? Ну, ближайшие промо-боты поедут выполнять свои обязательства перед нашими заказчиками. Мы до конца года подписали контракт на поставку 150 роботов. Пока реализовали 56. Помимо этого, мы активно продолжаем развивать робототехнику. И в этом году в рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоятся полномасштабные крупнейшие бои роботов. Сегодня зарегистрировало более 10 команд со всей России. Большинство из них пермские. То есть в Перми очень активно развивается робототехника. В Пермском мейкер-спейсе и в других сообществах. И приглашаем всех пообщаться с промо-ботом. Вы, Евгений, обязательно приходите, поговорите с ним про телеканал Рифей, про аудиторию. И там будет очень весело и очень здорово. Спасибо, Олег, что показали нам новую версию промо-бота. Напомню, у нас в гостях был соучтитель компании промо-бот Олег Кивакурцев и, собственно, новая версия промо-бота. Ну, а прямо сейчас корреспонденты телекомпании Рифей Перм, телевизионная служба новостей расскажут об основных событиях дня. Рифей Перм, телевизионная служба новостей